Всем привет! Сегодня у меня на обзоре игровые наушники с микрофоном OneH W306. Довольно интересная новиночка от Acer. Ну что, а мы погнали их распаковывать и смотреть. Поставляется эта гарнитура в коробке черного цвета с матовой краской, приоритетно черного цвета, с глянцевым изображением гарнитуры на передней части. На правом боку коробки находится информация о ключевых преимуществах, а сзади подробные технические характеристики этой гарнитуры. Внутри гарнитура располагается на импровизированном стенде, внутри которого спрятан сам USB кабель подключения. В комплекте поставки находится краткое руководство пользователя, исключительно на русском языке. Текст мелкий, но читается легко. Что же у нас по самим наушникам? На первый взгляд выглядят дорого и массивно, никогда не скажешь, что они из бюджетного сегмента. Конструкция выполнена из прочного черного пластика, который, несмотря на свою гибкость, выдерживает скручивание, но не стоит злоупотреблять этим. Это скорее страховка от случайных падений или неаккуратного обращения. Внутренняя часть оголовья оснащена вставкой из спененного наполнителя и покрыта эко-кожей, что обеспечивает комфорт даже при длительном использовании. Длину этого оголовья можно регулировать, а направляющая усилена металлической пластиной, с нанесенной линейкой, чтобы легко выбрать подходящий размер. Круглые чаши крепятся к оголовью с помощью шарниров, что позволяет менять угол наклона в разных направлениях, обеспечивая плотное прилегание к ушам и эффектную пассивную звук-изоляцию. Сама гарнитура украшена стильными металлическими вставками и оборудована зонами с многоцветной RGB-подсветкой. У наушников Acer Nitro OneHw306 предусмотрено два режима подсветки. Это динамический и статический, который можно переключать вот прямо вот здесь. Кстати, подсветка очень яркая. Вы просто посмотрите, какая она яркая и очень красивая. Вот у нас динамический получается, а вот это статический уже идет. Ну, согласитесь, очень яркая подсветка. На правой чаше находится регулятор громкости с четкими тактильными отсечками, что позволяет легко настроить звук. Довольно интересное решение, не так ли? А при нажатии его звук и вовсе можно выключить. С противоположной стороны расположен микрофон на гибкой ножке с кольцевой подсветкой, которая показывает текущий рабочий статус микрофона. Кстати, микрофон на этих наушниках тоже отключается с помощью вот этой физической кнопки, которая расположена прямо на микрофоне. Смотрите, как легко отключить звук. Вот, микрофон отключен. А как я это понял, на микрофоне у нас есть тоже подсветка, и когда звук выключен, микрофон у нас не светится. Если включить, микрофон начинает светиться красным цветом. Довольно интересное решение. Что думаете вы? Напишите в комментариях. Кабель питания длиною 2,2 метра, усиленный и защищенный от изломов, имеет тканевую нейлоновую оплетку и подключается через USB интерфейс, обеспечивая надежное соединение и высокое качество звука. Эта гарнитура легко подключается без предварительной настройки. Вы вставляете просто USB кабель в ваш комп, и все, наушники работают прямо из коробки. Ну что, ребятки, теперь давайте протестируем звук в этих наушниках. Что первое я заметил, что в наушниках звук достаточно насыщенный. То есть сейчас я вот, например, включал тональную музыку, и звук просто приятнейший. Давайте попробуем более что-то такое с басами. Что могу сказать, басы передаются вообще отлично, я бы никогда уже не сказал, что это какой-то дешевый сегмент. Вот мое мнение, вот если вы хотите послушать в них музыку, либо посмотреть какие-то фильмы, то это наушники, это прям эксклюзив. Тестировал его на своем ПК, и наушники автоматически распознаются системой. Встроенный аудиочип гарантирует высокое качество звука на любых устройствах. Длинный кабель позволяет удобно подключаться к удаленным источникам, например, если играете на телевизоре, сидя в комфортном кресле. Еще хочу отметить, что звук в этом микрофоне достаточно круто звучит, без каких-то искажений, звуковых эффектов, шума и того подобного. Сейчас вы слышите звук полностью записанный на этот микрофон. Скажу вам так, если бы я изначально знал, что этот микрофон достаточно крутой, я бы весь ролик бы озвучил на этот микрофон. Этот микрофон можно сравнить с моим стационарным микрофоном, и по звуку практически ничем не отличаются. Хоть бери и записывай звук полностью весь на этот микрофон. Наушники удобно сидят на голове даже при длительном использовании, не вызывая дискомфорта. Они подают людям любого возраста благодаря множественной регулировке. Органы управления расположены так, чтобы к ним было легко добраться, а интерфейсный кабель не запутывается, обеспечивая комфортное использование. И скажу вам так, эти наушники очень удобные по многим факторам. Например, я вот ношу очки, и многие наушники, они просто давят вот здесь на перемочку и давят на сами очки, и из-за этого уши очень болят, если в них долго сидеть. В этих наушниках я уже просидел более недели, что в них только не делал. Смотрел фильмы, стримил, играл. И скажу так, очень удобно. Голова никогда, во-первых, не болела. И сидят они очень... Вы просто посмотрите, какое оголовье просто мягенькое. Вот просто, ну такое мягенькое. Я не знаю, что это за материал такой там внутри, но очень тактильный, очень приятный, и самое главное, мягкий. И на уши практически не давят. Людям в очках реально советую эти наушники, потому что очень удобные. Ребят, вот скажите мне честно, какой геймерский гаджет обходится у вас без просто яркой RGB подсветки? А здесь она вот есть. С помощью кнопки переключения можно выбрать один из динамических режимов с плавным переключением всех цветов, статичных режимов с одним из семи цветов, или совсем вовсе ее отключить. Паразитного засвета от гарнитуры нет. Светодиоды покрыты матовым пластиком, который отлично рассеивает свет и создает правильную скромную подсветку устройства. Они являются раздражающим источником света. Динамическое изменение цветов происходит плавно. Один цвет медленно переходит в другой, что я и вижу правильным подходом в реализации. Бюджетные модели часто грешат агрессивным и судорожным переключением цвета, которое нервирует пользователя и окружающих. Ну что, друзья, мы подошли к концу обзора этих наушников. Что я могу сказать? Наушники очень удобные, эргономичные. Просто посмотрите на их дизайн, на железную вставку. Для кого-то это просто какая-то мечта. Как по мне, наушники очень крутые. Очень крутое решение. Это то, что у вас звук переключается прямо у вас под ухом. Нигде не надо кнопки какие-то искать, ничего. Просто берете и так вот переключаете. Опять же, вот этот микрофон, который просто выключается одним нажатием. И опять же, вы видите сам этот микрофон, который выключает RGB подсветку прямо на микрофоне. То есть микрофон у вас выключен, значит подсветка не горит. Включен, значит подсветочка у вас будет гореть. Думаю, пора уже заканчивать ролик. Напишите в комментарии, что вы думаете по этим наушникам. Ну а с вас лайк и подписка, если вам понравился этот выпуск. Ну а на этом все. Всем до скорой встречи. Всем пока.